Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Мне был задан очень интересный вопрос. Яна, как отреагировали итальянцы на небольшое количество туристов, либо вообще на их отсутствие, действительно, в первые месяцы, июнь, и, наверное, первая половина июля туристов было очень и очень мало. Как отреагировали итальянцы? Рады ли они были видеть свою страну, более свободной от туристов? Вы видели Венеция, как выглядит без туристов? Вы можете себе представить, как выглядит любой курортный город без туристов? Либо они все-таки хотели, чтобы их страна наполнялась, как прежде, туристами из разных стран, потому что это прежде всего означает большую экономическую стабильность для итальянцев. Вы знаете, я с очень многими разговаривала, и это происходило не специально, что называется, услышишь здесь, услышишь там. И сегодня вам скажу, что Италия, как бы странно это ни звучало, если не касаться официальной статистики, а вот именно только разговоров людей между людьми, не очень пострадала от отсутствия туристов. Что это значит? Это значит, что те отели, которые открылись, но, правда, нужно понимать, что открылись не все отели, примерно 20% отелей не открылось. Так вот, те, кто открылся, они были заполнены, либо даже переполнены. Я сама присутствовала в фойе, у меня была встреча в отеле, забываю, как он называется, «Фалькенстайнер», то есть это очень крупная сеть отелей, это 5 звезд. И могу сказать, что пока я 5 минут находилась в фойе и ждала человека, за 5 минут я услышала примерно 10 звонков, когда операторы отвечали и рассказывали, сколько стоит номер, что включено, какой завтрак и так далее. То есть огромное количество запросов поступило только в один отель за 5 минут. Ну и также сами владельцы отелей, либо тех, кто работает в инфраструктуре отелей, говорят, что все было заполнено. Вот сегодня буквально я встретила свою зрительницу, она была с семьей в отеле, 5 звезд. Это очень известный отель здесь, в Лиде-де-Езела. И она сказала, что, например, на завтраке, а сейчас уже начало сентября, то есть, казалось бы, сезон вот-вот закончится, так вот на завтраке официанты не справлялись, не успевали разносить кофе, и что они еще должны были разносить, потому что действительно людей в отелях много. То, что касается ресторанного бизнеса. Могу тоже сказать, и собственного опыта, из опыта моих знакомых, допустим, подростки, Егор с подростками, со своими друзьями, постоянно раз в неделю они куда-то выходили ужинать. Могу сказать, что те рестораны, которые были заполнены всегда, те рестораны, в которых есть очередь, в которых невозможно заказать столик. Кстати, очень интересный момент в Италии существует, что называется, пронутационный, то есть, заказ столика не гарантирует, что ты придешь и сядешь. Это значит, что лучше все-таки позвонить, сказать, что ты будешь, ну, примерно к 7, допустим, вечером, но когда ты придешь, ты встанешь в живую очередь, но у тебя будет, что называется, приоритет, потому что ты все-таки потрудился позвонить. И поэтому всех людей, которые могли бы сесть за освободившийся столик в 7 часов, сядет, скорее всего, та семья, которая потрудилась сделать звонок. И вот эти рестораны, которые так были заполнены, в которые так очередь. Кстати, тоже интересно, я снимала стрит-стайл и услышала разговор в итальянской семье. Я так поняла, что хотели поесть мороженое, и очень большая была компания, и один другому говорит, ну, ты же сам говорил, что нельзя есть мороженое там, где нет людей. Вот действительно, если вы хотите хорошо поесть в Италии, вы должны смотреть там, где большое количество людей. Что бы это ни было. Бар, где пьют кофе, либо это мороженое на вынос, либо это действительно ресторан. Вот там, где есть люди, там, где есть очередь очень часто. Причем в очереди нужно стоять и даже не час в разгар сезона. Там, скорее всего, вы действительно хорошо сможете пообедать, либо поужинать. Так вот, эти рестораны, они и были переполнены даже, скажем так, в сезон, когда туристов было очень мало. Италия открыла границы для стран Евросоюза. Это произошло в середине лета. И тем не менее, даже итальянский туризм, внутренний туризм, скажем так, перекрывал спрос, точнее, перекрывал предложение. Я запуталась. Ну, в общем-то, очереди у ресторанов были, как были в прошлом году, так и в этом году. И те, кто решились приехать, я встретила очень много своих зрителей, из Германии здесь в Езелло. Мне это было очень приятно. Так вот, те, кто решились приехать, неважно, из близлежащих стран, либо из других городов и регионов Италии отдохнуть, я думаю, получили действительно истинное удовольствие, потому что более свободные пляжи, это совершенно да, это бросалось в глаза, потому что иногда придешь в пятницу, в субботу, в воскресенье, и вот я не преувеличиваю, с ребенком негде песок покопать, настолько много людей. В этом году все было иначе. Но в целом, если бы вы оказались в начале августа в городе таком, как Лида де Езелло, я думаю, что вы бы не почувствовали разницу. Если бы не маски на людях, вы бы сказали, что все примерно так же, как было, допустим, год, либо два тому назад. Показывала также Outlet, покупательская способность, по всей видимости, у итальянцев не пошатнулась. У меня единственное предположение, что, возможно, пострадали как раз-таки магазины, которые закупили товар, не продавали его почти два месяца, потом были вынуждены выходить на какие-то промо-акции, скидки. Вот я думаю, этот сегмент действительно очень пострадал. Но, с другой стороны, я смотрела репортаж из Падуи, где сами негацианты говорили, рассказывали о том, что как только магазины открылись и как только люди стали их посещать, их ожидания, скажем так, о том, сколько будет продаж, были, точнее, их ожидания и количество продаж превысило на 30% от того, что они предполагали. То есть покупательская способность либо не пошатнулась, осталась на прежнем уровне, что очень странно, либо просто у людей появилось желание радовать себя. Я очень хорошо понимаю, что это, потому что я, как только мы вышли, вот первые дни из карантина, многие помнят эти видео, в понедельник нам разрешили передвигаться, передвигаться, в понедельник я уже была в Падуе, и я в это лето снимала так много, как никогда. Вот с таким ощущением и желанием снимать, и прежде всего с ощущением, что, возможно, завтра уже не получится снимать так много. Поэтому я могу представить, что люди покупали очень много каких-то предметов для интерьера, для дома, какой-то красивой одежды, потому что вот эта жажда жизни, она совершенно точно сформировалась у итальянцев. Вообще могу сказать, что из карантина все вышли действительно другими. Об этом тоже очень много говорится на итальянском телевидении, что нация вышла более сплоченная, что произошла переоценка семейных ценностей, потому что люди, по большому счету, были вынуждены находиться внутри семьи, в кругу семьи, 24 на 24, 7 на 7. И это изменило итальянцев, но изменило, что мне приятно, на самом деле, констатировать в некую лучшую сторону. Если в Китае наблюдались разводы, то про Италию могу совершенно точно сказать. Очень многие вспомнили, как это здорово проводить время со своими детьми. Про себя могу сказать, что мне несколько жаль, что мои дети идут в школу. Я настолько привыкла, что мы все вместе дома, и в начале карантина мне казалось, это просто невозможно. Вот как все это будет происходить? Но в итоге мне лично такая жизнь понравилась. Безусловно, то, почему это произошло, очень расстраивает. Но ритмы жизни, которые сложились мне, более близки. Скажу последнее. Часто меня спрашивают, Яна, вы знаете кого-то, кто пострадал от COVID? Вы знаете, вот, наверное, только сейчас, в начале сентября, я начинаю узнавать непосредственно от семей, что у них в семье положительный на COVID. Но все бессимптомные, все прекрасно себя чувствуют, никто не был госпитализирован из тех, с кем я разговаривала. И могу сказать, что то, что сейчас происходит с анализами, с мазками на COVID, это, конечно, это, конечно, удивительно, потому что мы все думали, что фармацевты заработают очень хорошо на производстве вакцины, даже если она нужна. И, скорее всего, она нужна. Мне не хочется ставить под сомнение, что нас так сильно и грубо обманывают. Поэтому, да, вакцина нужна, и в любом случае фармацевты, скорее всего, очень много заработают на этом. Но заработает очень много вообще система здравоохранения, потому что сколько стоит сделать мазок, как часто это должно происходить, и какой охват должен быть тех людей, если один из контактировавших оказывается позитивным, это, на самом деле, история для другого видео. Кстати, если вам интересно, мазок на COVID, сделанный человеком за собственный счет, стоит сейчас в Италии 35 евро. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Желаю всем хорошего настроения, бодрости духа, бодрого начала учебного года. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok